10 участников Ассоциации государства Юго-Восточной Азии, а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия подписали соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве. В создаваемой зоне свободной торговли проживают примерно 2 миллиарда 200 миллионов человек. Объем внутренней воловой продукции оценивается в 28 триллионов долларов, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП. «Думаю, что соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве скоро будет артифицировано странами-участницами и в ближайшее время вступит в силу. Это поможет восстановлению экономик после пандемии COVID-19, а людям, проживающим в этих странах, принесет процветание». От участия в этой крупнейшей в мире зоне свободной торговли, пришедшей на смену Транстехокеанскому партнерству, отказали Соединенные Штаты Америки. По мнению президента Дональда Трампа, восточно-азиатские производители составляют опасную конкуренцию американским. Новая зона позволит Китаю компенсировать частичную потерю рынка США для своих товаров.